Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы начинаем нашу следующую лекцию по предмету бизнес-планирования и наша тема – оценка использования ресурсов. Анализ эффективности применения ресурсов – это составная часть комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности. Из внешних использователей формация и результаты анализа эффективность использования ресурсов хозяйственного субъекта, организации или индивидуального предпринимателя. Они также могут интересовать страховщиков, коммерческих и финансовых партнеров, а также клиентов и конкурентов. Так или иначе, большинство внутренних и внешних пользователей информации участвует в деятельности хозяйственного субъекта, своей деятельности с ресурсами, продуктами, либо услугами. Они все экономически заинтересованы в эффективном использовании ресурсов. Эффективное использование ресурсов – это важнейший фактор обеспечения платежеспособности, кредитоспособности и финансовой устойчивости хозяйственных организаций для поддержания их конкурентоспособности, формирования достаточных ресурсов для развития и получения достаточной прибыли в целях привлечения разнообразных инвесторов. Эффективное использование ресурсов хозяйства субъектами – это также важнейшие условия увеличения предложения страховых услуг этим субъектам, расширение спроса на продукции и услуги поставщиков, поддержание заинтересованности коммерческих партнеров, организаций, продолжение сотрудничества с нею, также сохранение и увеличение привлекательности производимой продукции или оказываемых услуг для покупателей. Что же является объектами оценки? Объектами оценки являются отдельные материальные объекты, совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида, право собственности и иные права на имущество или отдельные вещи из состава права требования, обязательства, работы, услуги информации и иные гражданские права. Предприятие как имущественный комплекс включает в себя все виды имущества, предназначенного для его деятельности, то есть земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, а также права на обозначение индивидуальные предприятия, его продукции, работы и услуги и другие исключительные права. Предприятие это имущественный комплекс используем для осуществления предпринимательской деятельности, а бизнес это действующее предприятие и его стоимость превосходит стоимость имущественного комплекса на величину так называемых несвязанных активов, неотделимых от кадрового потенциала предприятия, налаженные связи и взаимоотношения с клиентами, связи с государственных органов и другие нерегистримые небалансовые активы включая ценность доброго имени, то есть гудвилла. Бизнес как объект оценки, в случае оценки стоимости бизнеса для собственников или менеджеров в качестве объекта оценки стоит использовать вечное право, то есть право собственности или какое-нибудь другое, например на пакет акций, в случае если это будет ОАО или ЗАО или же на другую, на долю учредителя при оценке ООО и на ПАЙ при оценке кооператива. Задачи оценки делится на два, значит обязательной и необязательной. Обязательной задачей оценки являются любые сделки с федеральным и муниципальным имуществом, банкротство, внесение вклада в основной капитал, имущество свыше 200, ипотека и другие. А необязательными являются купля-продажа частного предприятия, принятие управленческих решений, оценка качества менеджмента, привлечение инвестиций, реструктуризация, ликвидация и другие. Заданиями на оценку являются ниже следующие. Объект оценки, вечные права, цель оценки, предполагаемое использование результатов оценки, вид стоимости, дата оценки, срок проведения оценки и допущение ограничения. Принципы оценки могут быть объединены в 4 группы. Первая группа основана на представлениях собственника. Вторая группа связана с эксплуатацией собственности. Третья группа обусловлены действием рыночной среды. И четвертая группа принцип наилучшего и наиболее эффективного использования. Принципы основаны на представлениях собственника. Значит первое это полезность. То есть объект обладает стоимостью только в том случае, если он полезен кому-либо потенциальному собственнику. Второе замещение. Значит рациональный покупатель не заплатит за объект оценки больше минимальной цены, взимаемой за другую собственность, обладающей такой же полезностью. И третье ожидание. То есть предвидение заключается в определении текущей стоимости дохода или других выгод, которые могут быть получены в будущем от владения данным объектом оценки. Принципы связанных эксплуатации и собственности делятся на два. Значит первое. Остаточная продуктивность. То есть любой вид экономической деятельности обычно требует наличия некоторых факторов производства, таких как труд, земля, капитал, предпринимательская деятельность. Остаточная продуктивность измеряется как чистый доход, отнесенный к земле после того, как были оплачены затраты на труд, капитал и предпринимательство. И второе. Вклады. То есть включение любого дополнительного фактора в объект оценки влечет за собой изменение стоимости объекта. Указанное изменение стоимости является вкладом. К принципам связанных эксплуатации собственности относится еще ниже следующее. Сбалансированность. То есть факторы производства должны находиться в пропорциональном соотношении друг к другу, чтобы обеспечить максимальные доходы владельцу объекта оценки. Следующее. Возрастающие и уменьшающие доходы. То есть по мере добавления ресурса к основным факторам производства чистые доходы будут увеличиваться более быстрыми темпами по сравнению с темпами роста затрат вплоть до той точки. Начиная с которой общие доходы, хотя и растут, однако уже замедляющими темпами. Это замедление происходит до тех пор, пока прирост стоимости не станет меньше, чем с затратой на добавленные ресурсы. Следующее у нас идет экономическая величина, то есть экономический размер. Оптимальный характерный размер объекта оценки, который наилучшим способом соответствует рыночным предпочитаниям, преобладающим на данном рынке. Отклонение от экономического размера, как правило, приводит к снижению привлекательности и стоимости объекта. Экономические разделения, то есть это такое сочетание имущественных прав, связанных с объектом оценки, при которым обеспечивается оптимальная структура текущих и ожидаемых выгод, как следствие максимальная стоимость. Принцип обусловленный действием рыночной среды. К принципам, значит, рыночной среды, естественно, идет в первую очередь спрос и продолжение. То есть спрос и продолжение, взаимодействие спроса и продолжения формируют рыночные цены на собственность. Следующий у нас идет конкуренция. То есть конкуренция стимулирует постоянный переток ресурсов в те отрасли и сферы, где их использование приносит максимальную отдачу и способствует выравнению доходов. Соответствие. Объектом оценки, характеристики которого не соответствуют рыночным потребностям, скорее всего, будет оценен ниже среднего уровня. К характеристикам можно отнести уровень удобств и услуг, технологии, оснащенность производства и так далее. Изменения. То есть стоимость объекта оценки зависит от многих факторов внешней и внутренней среды. Поэтому их необходимо тщательно изучать и использовать в оценке. Зависимость. То есть стоимость объекта оценки с течением времени меняется. Поэтому она оценивается на определенную дату, которая указывается в отчете об оценке. Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования. Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования называется вариант, который, первый, отвечает по всем правым требованиям и ограничениям, второе, фактически ошествим, третье, экономически эффективен, четвертое, максимально продуктивен, то есть обеспечивает объекту оценки наивысшую текущую стоимость. Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования чаще всего используется в оценке недвижимости для определения наилучшего варианта использования земельного участка или участка с постройками. Используется также при определении наилучшего варианта реструктуризации в оценке бизнеса и в других случаях. Однако для цели оценки бизнеса, как и есть, невозможно применение данного принципа. Спасибо за внимание.